Мы знаем, что математика, математический аппарат в многих он удивительно адекватный и точно способен описать нашу реальность. То есть, например, в квантовой электродинамике то, что сейчас люди считают свойства атома с такой точностью, которая просто фантастическая. И вот способны ли Каббала объяснить эту удивительную адекватность и эффективность математического аппарата, который есть? Многие ученые, математики и теоретические физики, они даже считают, что математика это и есть реальность. Вы понимаете, в общем-то, конечно, математика, ее особенность в том, что она ни о чем предметно не говорит с одной стороны, но, с другой стороны, она очень конкретна и вот это захватывает. То есть, она является языком для абсолютно всех наук. Я не знаю, понимаете, практически Каббала, она тоже ведь вся построена на исчислении. И вся она построена на вычислении уровней, градаций, вот как орбиты в атомах, как градуировка электронных каких-то там зарядов и так далее, квантов и прочих. То есть, все построено на вот этих вот единичках энергии, которые постоянно между собой каким-то образом обмениваются, контактируют, соединяются, разделяются. И в итоге это и создает в нас, воспринимающих эти все действия, создает нас ощущение мира, сами ощущения наши из этого рождаются. Так что математика, она является основой, в том числе и Каббалы. Потому что стадии, уровни, сферот от слова «вычислять», да, сфера от слова, с одной стороны, это светится, но с другой, но самое главное, сфера от слова «лиспорт». Так что все построено на таком же исчислении, как в любой остальной науке. Без этого невозможно. Практически, если мы в науке Каббала используем слова, которые вроде бы кажутся нам из психологии, из философии, даже описания каких-то легендарных событий, сказочных, превращения какие-то загадочные, там типа волшебные палочки, там как будто, или что-то такое. На самом деле нет. На самом деле это просто удобное описание таких превращений одних материалов в другие уровни, переходов и так далее. Потому что такой язык, он более краткий и понятен другому ученому без всяких проблем. Но если перевести его на математический язык, то это у вас получится из одного предложения целая книга. Окей. Это вообще не важно. То есть гематрия? Это и с гематриями, да. Да и просто взять предложение, любое предложение из Торы, если вы возьмете, и если его, ну, Каббала же не относится к этому предложению, как просто к какому-то повествованию. То есть Муше взял там чего-то и пошел куда-то, и чего-то там сделал. Значит, это какой-то энергетический уровень, на котором поднимается ощущение человека с одного уровня на другой уровень. При исполнении каких-то свойств, изменений каких-то, то есть это начинает просто расползаться в описание чего-то такого очень огромного. Это как для решения какой-то маленькой, может быть, математической задачи. Вам надо перед этим написать, может быть, целую книгу, которая введет в эту задачу, чтобы человек был понятен вообще о чем речь. Вот поэтому не так ясен, виден, выпуклен в Каббале математический аппарат, потому что они предложили сразу же другую его запись.